Здравствуйте! Обычно в художественных фильмах гипноз это орудия магов, которые пользуются им для подчинения человека и для выполнения каких-то действий. Гипноз существует и в жизни, но совсем не такой, как это показано в фильмах. Сегодня мы узнаем, что такое гипноз, механизмы его работы, а также поговорим о внушении, обмане и лжи с врачом-психиатром Евгенией Сергеевной Ковалевой. Здравствуйте, Евгения Сергеевна! Здравствуйте! Встретились мы с вами сегодня не случайно. 10 октября отмечается, можно так сказать, отмечен на календаре Всемирный день психического здоровья. Я так понимаю, что гипноз относится к психической деятельности человека. В психической сфере это определенное состояние. Для чего его применяют? Гипноз, на мой взгляд, самое лучшее его применение, это попытка расслабить человека, которому расслабление нужно сейчас. Единственным способом вызвать его, не используя никакие медикаменты, это гипнотический транс небольшой. Гипнозом обладают специально обученные люди? Это определенный навык, который можно научить всех. То есть любой человек может? Да. Вот только живой человек, который разговаривает, думает, который обучаемый, может это сделать. Причем обучать нужно так. Сначала его вводим в транс, приучаем его к этому состоянию. Потом он индуцирует это состояние у себя и подхватывает всех остальных. И для этого не обязательно быть психологом или психиатром? Нет. Считается, что гипнозу поддаются только такие слабые, неуверенные в себе люди? У людей есть разные как бы психическая конструкция. Для одних подойдет маятник, который разматывается, а на других сильная такая психологическая атака, крик. Это просто поиск подхода для каждого человека. Его можно найти ко всем. Ну то есть гипнозу поддается любой человек? Да. Абсолютно любой. А вот когда мы говорим о мошенничестве, гипноз под видом мошенничества или наоборот мошенничество под видом гипнозов? Очень часто сейчас говорят про мошенников, которые используют банковские вот эти вот сферы, да, выманивание денег. Те же самые цыгане раньше, но якобы они обладали гипнозом. Вот насколько это реально? Мне бы хотелось один случай привести в пример. Этот случай случился с моими знакомыми. На протяжении четырех часов мужчина делал заемы денег, и он все время был на телефоне с мошенниками. И он отправлял просто огромные суммы. То есть четыре часа. То есть это не было какое-то пятиминутное воздействие. Четыре часа им управляли по телефону. Это удивительно. Это был не мальчик, это был взрослый мужчина. Я не понимаю, как они это делают, но, видимо, что-то такое говорят. Наверное, есть какие-то ключевые слова. Это уже не просто так. Это же этому люди обучаются. Ключевые слова. Но я заметила один такой момент. Для того, чтобы человек впал в транс, его нужно просто перегрузить. Это может быть громкая, быстрая речь, быстрые переключения между темами. Вот, например, если вы идете по улице, а сзади будет идти толпа людей, которые шумят сильно, то это вас будет дисбалансировать, вы будете терять контроль. И рано или поздно, скорее всего, вы потеряете контроль за собой на какой-то миг. И в этот миг может произойти воровство, к примеру. Как не поддаться гипнозу? Никак. То есть спастись от этого невозможно? Я думаю, что возьмем какого-нибудь человека. Предположим, я его тренирую в этом вопросе. И как только он вдруг начинает чувствовать, что кто-то по отношению к нему впадает в транс, ему просто нужно уйти из контакта. То есть закрыть глаза, уши и уйти физически. Только так. Но дело в том, что гипноз – это состояние расслабления, и люди получают в нем удовольствие. То есть очень сложно себе отказать от расслабления. Гипнозом можно излечить какие-то заболевания? Ну, вообще гипноз взял свое начало еще во время Фрейда. То есть он лечил специфических пациентов через гипноз. То есть он вызывал расслабление. Я думаю, что какая-то часть пациентов может получить очень важный опыт через этот гипноз, для того, чтобы справиться со своим каким-то состоянием. Безусловно. Не все 100%, но процентов 30, наверное, да. А сейчас вот в медицине используется гипноз? Ну, гипноз используют, но нет такого, что прям какие-то показания были. В основном сейчас вся психотерапия направлена на когнитивно-поведенческую. И нет такого, что в каких-то документах или приказах прописано гипнотическое внушение. Тут еще сложность такая, что если ты привыкаешь к человеку, вступать с ним в трансовые отношения, то ты потом начинаешь зависеть от него. Тебе нравится, тебе хорошо, ты расслабляешься. Ты начинаешь больше об этом думать, ты начинаешь этого больше хотеть. Ну, то есть ты получаешь какую-то зависимость. То есть гипноз, он хорош в какой-то умеренной дозе, в каких-то острых ситуациях. И то, если человек идет навстречу. А чего нельзя категорически делать под гипнозом? Кому? Пациенту или врачу? Я думаю, врачу. Я думаю, что во время транса не стоит делать внушение негативного плана. Что вы будете болеть, у вас все будет плохо, вы не справитесь. Ну, то есть вот такие вот заключения делать запрещено. Но дело тут даже не в том, что гипноз. А это, ну, гипноз – это транс. И в момент транса якобы программирование идет лучше. Но это большой вопрос. Я думаю, что для того, чтобы человека программировать, вообще гипноз не нужен. Есть такое понятие нейролингвистическое программирование. Они вообще транс используют поскольку-постольку. А чем гипноз отличается от внушения? Гипноз – это состояние, состояние расслабления. А внушение – это программа, которая тебе погружает в голову. Но тут тоже нужно понимать. Почему-то люди думают, что достаточно с кем-то один раз проконтактировать, чтобы этот кто-то, ну, не знаю, что-то там начал делать. Для того, чтобы вызвать стойкое изменение психологического профиля и личностную заинтересованность вызвать, нужно долго тренировать человека. Многие годы. Желательно с молодого возраста. То есть нельзя подойти к взрослому человеку и внушить ему любовь, не знаю, к дельфинам, к примеру. Ну, к примеру. Для того, чтобы вызвать этот чувственный потенциал, эмоциональную заинтересованность, интеллектуальную заинтересованность, нужно положить туда слишком много. То есть нельзя одним внушением, ну, можно добиться там, чтобы ребенок пошел домой и вынес золото, к примеру. Как цыгане подходят. Они спрашивают, не подскажешь, где аптека? А дальше человек ничего не помнит, он идет домой, собирает деньги и выносит их. То есть вот такие разовые моменты можно, но нельзя добиться целенаправленного поведения через один гипнотический сеанс. Это невозможно. Вы врач-нарколог. И психиатр. И психиатр, да. Скажите, вот можно ли такими внушениями, какой-то чередой занятий вылечить алкоголика? Я думаю, что можно. На сегодняшний день это называется мотивационное интервью. Ты договариваешься с человеком, то есть ты ему не внушаешь, ты ему не приказываешь, ты вместе с ним обсуждаешь. Ну, то есть, знаете, идет контакт наравне. То есть если раньше наша школа, это врач стоял выше, то сейчас ты наравне разговариваешь с человеком, ты договариваешься с ним о том, ты обсуждаешь все моменты. Зачем это? Почему это? Что мешает, чтобы отказаться от алкоголя? А поддержка в тот момент, когда начинается тяга. Можно договориться, да. То есть это сейчас, это не просто мое мнение, да. Это на уровне Министерства здравоохранения принята такая программа. Она очень широко используется в лечении игровой зависимости, курении, алкоголе. Ну, то есть везде. То есть каких-то вредных привычек, таких заболеваний вот этих? Я думаю, что даже более того, я работала в онкологии, мне очень впечатлила эта работа, и я думаю, что даже мотивационное интервью подойдет для онкологических пациентов. Люди не уверены, что они могут справиться, они уверены, что они могут выжить. Нельзя сказать, что психиатрия или психотерапия – это панацея, но я уверена, что какой-то процент пациентов очень даст хорошую реакцию на работу с психотерапевтом и в онкологии в том числе. Потому что человек, который расслаблен, который верит в то, что он выздоравливает, у него тело работает иначе. Оно иначе откликается на те препараты, которые ему вводят. А вы в своей практике применяли такое? Мне как-то не приходилось, никто не приходил, не говорил, Евгения Сергеевна, давайте гипноз. Я и без гипноза справляюсь. То есть когда человек приходит ко мне, моя основная задача – убрать все то, что ему мешает. То есть я отвечаю на вопросы, мы разговариваем, мы обсуждаем. И человек, как правило, одной встречи бывает достаточно для того, чтобы перестать загружаться на какую-то тему или накручивать себя. Ну, в общем-то, то, что вы сказали сейчас о мотивационном интервью, я думаю, что вот этим как раз вы и занимаетесь. Ну, вообще да. То есть я мотивирую пациентов, я с ними становлюсь на одну сторону. Я говорю, что вот мы имеем это, это, это. Давайте вот сюда. Почему? Потому что вам выгодно это, это и вот это. То есть мне не нужно никого погружать в транс для того, чтобы чего-то добиться. Зачем? Когда ты погружаешь человека в транс, ты берешь всю ответственность на себя. Основная задача моя – разделить ответственность, чтобы человек участвовал в своем выздоровлении. Неважно, какая патология это будет. Вот я считаю, что все-таки вот такое насильственное погружение в гипноз, когда человек не ждет и не гадает, и не думает об этом. Это серьезно очень. И это страшно, мне кажется, особенно в таком молодом возрасте и возрасте подростковом. Человек получает психологическую травму, если вдруг резко кто-то нарушает его психологические границы, они тоже существуют, и внушает ему вынести, например, все деньги. То есть человек понимает, что им кто-то завладел не на физическом уровне, а на психологическом. Ну то есть возникает состояние страха, шока, ну психическая травма. Ну сказать, что эта травма как-то окажет свое влияние на будущее – нет. Но если эта травма происходит постоянно, много лет, одно и то же, тогда да. Наверное, думаю, даже личность может деградировать под вот этим вот воздействием. То есть такой однократный гипноз, он не опасен? Да даже если это будет травма, нет. И если бы организм был настолько слаб, мы бы все не выжили. То есть у человека сильная структура, ее просто так не сломаешь. Я бы хотела еще обсудить тему гадалок, гаданий. На мой взгляд, когда человек гадает, он впадает тоже в определенный транс. Он, возможно, что-то начинает чувствовать вместе с одним, ну с человеком, которому гадает. Но мне кажется, что гадание лучше использовать с позитивной точки зрения. То есть внушать человеку счастье, здоровье, удовольствие, вот это. То есть не надо ему рассказывать, что ты умрешь через 10 лет в какой-то автокатастрофе. То есть смысл этого. Будущее никто не знает. И лучше все-таки успокоить человека, чем внушить ему какую-то чернуху, я бы так сказала. Ну, гадалки, они же зарабатывают деньги. Безусловно, это никак не повлияет на заработок денег. Если ты будешь позитивные вещи говорить клиентам, глядишь их, может, больше станет. Можно с вами здесь поспорить, потому что, допустим, та же гадалка, как обычно действует, предрекает какой-то негатив и говорит, вот я могу с тебя снять этот негатив, я могу с тобой поработать. Но мне, естественно, для этого нужны какие-то вещи, деньги. В конце концов, твои фамильные серьги или какие-то драгоценности, только через них я смогу это сделать. И таким образом, и человек что обычно делает? Человек обычно, который уже под гипнозом, так называемый, и боится уже за свою семью и за свою жизнь, бежит и отдаёт всё, что есть. Безусловно, но это вы вообще рассказали, не гадалок, а мошенников. Мошенники так делают. Они говорят, хочешь телевизор выиграть? И понеслось. А вы считаете, что гадалки и мошенники – это не одно и то же? Ну, я думаю, что мошенники, они прямо целенаправленно преследуют свои цели. Они выбирают для этого жертву. К гадалке ты приходишь сам. Смотрите, мы русские, да, у нас в культуре есть такое понятие, как чудо. И мы все склонны верить в него. Поэтому гадалка – это какой-то человек, который в нашем понимании связан с чудом. Вот мы идём туда, и мы, конечно, хотим получить что-то позитивное. Но вот когда человек в церковь приходит, он получает прощение, принятие, любовь. То же самое человек будет приходить получать у гадалки. Вот так вот. Как людям попытаться хотя бы избежать какого-то гипноза и какого-то воздействия ненужного на себя? Что можно сделать? Для того, чтобы избежать этого негативного воздействия, нужно столкнуться с позитивным воздействием такого плана. Для чего? Для того, чтобы вовремя сравнивать и понимать, что мне это не надо. Я думаю, что можно ко мне даже прийти на приём и побеседовать со мной, понять, что такое мотивационное интервью, попытаться договориться об отказе от алкоголя, об выздоровлении в любых заболеваниях, которые только есть. И как только человек поймёт, насколько, как я работаю, он дальше начнёт выбирать, хочет ли он иметь дело с людьми, которые негатив выливают в такой сфере или нет. Я думаю, это единственный способ понятия выбрать. И сразу такое, я понял, я это не хочу, всё. То есть нам драма никакая не нужна, у нас её предостаточно. Неуверенность нам тоже не нужна. Мы хотим быть здоровы и счастливы и двигаться дальше. Это всё, что я даю человеку, и я стараюсь, чтобы он это понял, почувствовал, поверил, что у него всё хорошо. Когда ты это получаешь, тебе нет нужды в чём-то другом. Спасибо. Спасибо. Я думаю, что в День психического здоровья мы немножко разобрались хотя бы с этим вопросом. И до встречи. Всего хорошего.